Серую книгу сомнительных госзакупок презентовали в Нижнем Новгороде. Книга написана в стилистике записок великого гомбинатора Стапа Бендера и содержит 24 серые схемы хищения бюджетных средств и способы их предотвращения. Составителем книги является дирекция проекта Общественно-Народного фронта «За честные закупки». Данная книга – хорошая помощь для всех активистов проекта «За честные закупки». На сегодняшний момент по всей стране работает около 10 тысяч активистов в проекте «За честные закупки». Находятся нарушения, отрабатываются, пишутся необходимые жалобы в ФАС и при необходимости в правоохранительные органы. В Нижегородской области таких активистов более 100. И это только официально зарегистрированные на сайте проекта «За честные закупки». Это открытая сеть для борьбы с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере госзакупок и закупок госкомпаний. На сайте каждый желающий гражданин может зарегистрироваться и оставлять свои замечания по любым показавшимся ему сомнительным закупкам. Серая книга позволит активистам более эффективно находить нечестные закупки. Схемы в книге описаны в форме небольших задач о проблемах кошек. Например, первая схема называется «Кошачья преданность». Применяя эту схему, можно заработать, заказав конкретную марку молока для кошки, при этом попросив персональную скидку у производителя. Это значит указание в документации конкретной торговой марки без указания эквивалента. Подобные схемы часто используются для приобретения конкретных зарубежных марок автомобилей и роскошной мебели. Это не пособие для начинающих коррупционеров. Это пособие для тех, кто хочет бороться с коррупцией. Кстати, эксперт отметил, что в регионе были случаи нарушений в госзакупках. После их выявления госзаказ корректировался заказчиком в процессе работы до окончания аукциона. В целом, на фоне других регионов России, Нижегородская область по сомнительным закупкам не выделяется.